Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами разбираем ответ к предыдущему кейсу про мужчину молодого с загрудненной болью, который сопровождается кислым вкусом. Это будет звучать так. The young man, этот молодой мужчина, поступает, presents, с, with, классическим рефлексом, with very classic GERD, gastroesophageal reflux disease. У него есть все признаки. He's got all the signs. He's got all the signs. Загрудинная боль, substernal pain, которая ухудшается после еды, that gets worse after meals и сопровождается and it's associated with кислым вкусом, with a sour metallic metallic taste. Теперь мы выбираем с вами опции. Первая опция у нас была calcium carbonate. Calcium carbonate. Calcium carbonate. И я напоминаю, что это у нас был один из OTC, over the counter, безрецептурный, antacid. 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 И в данном случае мы его не выбираем, потому что он уже пробовал. He's already tried it. Без какой-либо пользы. To no avail. Так что эту опцию мы пропускаем. Следующая опция у нас EKG. EKG – это EKG. EKG – и мы скажем так, что вероятно, это будет не лучшим выбором. EKG – would, вот это – бы, как бы в будущем времени, вероятно, probably, would probably not be, не была бы, не была бы, not be, the best, the best choice. The best choice. Потому что этот пациент слишком молодой. Because the patient is young. Молодой. И можно сказать, что мы бы, мы бы рассмотрели EKG, мы бы посмотрели EKG, we, опять бы, наша, would look at an EKG, EKG, если бы мы беспокоились о кардиологической причине. if we, были бы, were worried, обеспокоены, about, or, какое-либо, a cardiac, cardiac cause. Cause – это причина. Следующая опция у нас КТ грудной клетки, CT, CT of the chest, or CT scan of the chest. И мы бы сказали, что она не будет полезной. Is going, sorry, is not going to be useful. Не будет полезной. Еще одна опция это EGD. EGD, если вы запомнили, это esophage gastrodiagnoscopy. Esophage gastrodiagnoscopy. Наша ФГДС, да? И мы хотим сказать, что мы бы выбрали эту опцию, если бы у нас были бы красные флажки. Но так как у пациента нет красных флажков, то мы ее не выбираем. И выразим мы эту мысль следующим образом. EGD. Если бы если бы if he had any red flags any red flags, какие-то красные флажки, дословно, или настораживающие тревожные признаки, мы бы сделали вероятно опять можно добавить we would probably probably do an EGD an EGD потому что мы бы беспокоились о раке. Because we were worried у нас уже эта конструкция сегодня встречалась because we were worried about about cancer or раке. Но у него нет и мы скажем he doesn't have any какой-то проблемы с глотанием один из красных флажков any difficulty swallowing потерю веса weight loss или крови в рвоте or blood in the vomit нет у него этого нет поэтому еще одну опцию мы опустили и мы остаемся с омепрозолом we are left мы как бы есть оставленные with омепрозол омепрозол и напомню что омепрозол это it's one of pp 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 это у нас proton pump inhibitors inhibitors ингибиторы протонной помпы proton pump inhibitors и мы можем сказать что мы можем заменить we can substitute substitute it имеется ввиду омепрозол любым другим ppi with any other ppi итак мы закончили разбирать с вами возможные варианты ведения данного пациента и в следующем видео мы продолжим разбирать ЖКТ заболевание ЖКТ на основе кейса твои в т д лба 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 лба